всем привет вы на канале вкусно дома и с вами я ольга молодцова сегодня мы будем готовить очень вкусное блюдо мусака по-турецки отдыхая в турции я просто влюбилась в это блюдо поэтому обязательно делюсь с вами рецептом и так давайте посмотрим что нам сегодня для него понадобится и начнем мы с баклажанов их нужно нарезать довольно крупными кусочками отрезаем эту часть нарезаю широкими кружочками и дальше нарезаю на четверти к баклажанам добавляем пол чайной ложки соли тщательно перемешиваем и оставляем их минут на 15 чтобы вышла вся горечь из баклажанов а мы продолжаем и дальше мелко нарезаем лук отправляем его обжариваться в сковороду с разогретым растительным маслом к луку отправляем пол чайной ложки соли молотую зиру и по желанию черный перец дальше мелко нарезаем красный жгучий перец и в зависимости от того насколько острым вы хотите сделать блюдо берите либо половинку либо целый либо совсем чуть-чуть когда лук начнет румяниться отправляем к нему перец обжариваем минуты 3-4 дальше выкладываем фарш тщательно его перемешиваем добавляем оставшуюся соль и добавляем томатную пасту все перемешиваем и тушим минут десять теперь мелко порубим чеснок и отправляем его к фаршу все перемешиваем сейчас мелко нашинкуем петрушку и высыпаем следом за чесноком к нашему фаршу потушим еще буквально минутку и убираем с огня итак минут через 15-20 после того как мы посолили баклажаны в них образовалась вот столько жидкости надеюсь вам видно это сейчас нам все нужно слить на растительном масле обжариваем наши баклажаны до румяного цвета со всех сторон кстати есть два способа приготовления этого блюда дальше готовым фаршем покрываем наши баклажаны обжаренные заливаем пол стаканом воды и под крышкой оставляем тушиться на медленном огне и второй способ приготовления в духовке так будет более празднично нарядно можно подавать к столу в общем каким способом готовить дальше выбирайте сами я буду готовить в духовке поэтому на дно формы для запекания выкладываем сначала баклажаны а затем сверху покрываем готовым фаршем теперь берем помидор и нарезаем его тонкими дольками выкладываем их сверху нашего блюда нам осталось залить наше блюдо половиной стакана воды при желании помидоры можно слегка посолить сверху на этом все отправляем нашу мусаку в духовку минут на 20-30 запекаться при температуре 180 градусов невероятное сочетание вкусов и ароматов обжаренные баклажаны фарш в томатном соусе чеснок петрушка красный жгучий перец помидоры все это вместе и есть мусака по-турецки если вам понравился этот рецепт то обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик пишите мне комментарии и заходите в мои соцсети все ссылочки в описании но у меня на сегодня всем приятного вам аппетита пока